здравствуйте друзья сегодня 27 апреля завтра 28 соответственно как легко догадаться и это у меня день рождения будет и мне всегда в день рождения очень трудно приходится потому что много поздравлений во всех источниках вообще откуда информация поступает там и и в контакте и в одноклассниках и фейсбуке очень много и в скайпе там по три-четыре сотни я поэтому как бы с одной стороны заранее выражаю признательность с другой стороны я хочу сказать ребят если кто-то захочет так индивидуально там что-то написать я я скорее всего не смогу ответить у меня просто сил нет поэтому я заранее благодарю и заранее извиняюсь что не в состоянии отвечать что еще хочу сказать более серьезно к этому к этому ко всему я неожиданно для себя вот там пару лет назад начал заниматься вот этим блогингом и знаете с возрастом как-то чем дальше идет тем с одной стороны ты больше думаешь что ну вряд ли я уж что-то как-то сильно изменю своей жизни с другой стороны каждый раз когда что такое происходит думаешь смотри-ка еще можем что-то изменить своей жизни и в общем-то но вот для меня это было таким событием неожиданным то есть раньше я бы сказал что я люблю побылоболе а теперь получается что я целый блогер там и масса людей которые выражают как-то свою признательность и вы даже не писаете сколько я получаю корреспонденции помимо того что видно в комментариях вот сколько я получаю корреспонденции с историями всякими как вот человек как какой-то сдвиг в жизни произошел и если бы я не не был бы постарше и не понимал бы как как что происходит я подумал что я какими-то качествами обладаю такими магическими вот часто я уже просто говорю что человек искал что ты в этот момент просто подошел а я там стоял и вот свое рассказывал и вот так оно сошлось вместе поэтому я это так объясняю когда когда ученик есть учитель находится был бы ученик вот поэтому но все равно это безумно приятно и вот это ощущение востребованности понимаете оно оно очень важно и я хочу сказать что вот этот канал и ваше участие и вот та отдача которую я вижу и для меня самое главное отдача это какие-то позитивные изменения в жизни хотя вот глядя на наталью квик и на таких других вот женских таких блогерш блогеров я вижу что на самом деле очень важную роль играет ну просто вот настроение хорошее да то есть вот есть люди которых идут посмотреть для того чтобы улучшилось настроение это не значит что у каждого улучшится настроение от созерцания созерцания одного этого человека нет одному одного приятно другому другого но мы видим по подписке мы видим как бы масштабность искать воздействие людей на аудиторию и или например вот бьюти блогер я очень всегда восхищаюсь там девочки симпатичные вот они там рассказывают как косичку заплести как-то в ресничку приклеить и там такой интерес колоссальный потому что вот красота наверно красота в жизни девушки молодой и не обязательно молодой играет тоже какую-то роль вот вот в жизни вот в настроении в том как она себя ощущает если на себя лучше ощущает другие люди лучше не относятся наверное так далее то есть много таких грани открывается когда начинаешь смотреть на это видеть пытаться видишь пытаешься понятие как это такое получается общем это все очень здорово и интересно несмотря на то что какие-то всегда есть сопутствующие не обязательно симпатичные факторы в этом во всем но но без этого как бы нельзя жизнь так устроена поэтому уже пусть будет значит я хотел поблагодарить тех кто нас смотрит и тех кто нас поддерживает в той или иной форме кто-то лайки ставит кто-то комментарии пишет комментарии не так много людей пишет на самом деле очень немного по сравнению с тем количеством просмотров которые есть конечно это просто актив такой вот и и и и те кто просто смотрит и время тратит и я когда смотрю там вот эти миллионы минут там в минутах измеряется потраченных там в течение месяца на просмотры я думаю боже какое чудовищное количество общественно полезного времени люди это смотрят и слушают а еще какое-то время которое мы не видим но когда mp3 файлы делают и слушают машину это это очень впечатляет и я вот упомянул недавно связи с видео с тренингами видео о тренингах значит джона максвелла и джон максвелл у него есть достаточно много книжек про лидер шип да про пройти вещь и он определяет что такое быть лидером я когда читал мне казалось но мы же все знаем кто такие лидеры лидеры это те кто за собой ведут а он но он такое исследование делает он показывает многих людей которые на эту тему высказывали что они говорили и приходит к выводу что быть лидером это менять это влиять это влиять на других людей влиять то есть скажем вот там мать терезы не была начальником ничего и у нее не было должности такой в которой она могла дать приказ какой-то и люди пошли но она влияла вот влияла тем что она делала и очень очень многие люди которые как бы в истории мы знаем они влияли без без того чтобы иметь должность поэтому я вот ощущаю влияние которое мы производим вот этим каналом и я думаю это что же мы тогда получается лидеры что ли вот в их терминах я не знаю как то не знаю наверно да если если так определять лидер шип как как влияние наверно такое неформальное без должности не хочешь не слушай не хочешь не смотри не хочешь не делать но вот есть люди которые хотят послушать и хотят сделать вот так что вот через годик мне как раз ровно 60 будет вот я надеюсь все еще быть как огурчик и и там в общем ну а сейчас так 59 такая цифра число такое странное значит непонятно и ну что сказать когда мне исполнялось 30 я помню такое ощущение было что жизнь почти кончилась думаешь ну все уже 30 и уже думаешь ну все а первый раз как-то мне стало не весело в день рождения это было в 25 вот с тех пор день рождения небольшой праздник какой-то такой сомнительный так вот в 25 этого тебе уже 25 что ты что ты сделал в этой жизни свои 25 и так было грустно потому что вроде как немного сделал хотелось больше там такого плана вот а я к чему это рассказываю к тому что значит перспективы так она раздвигается вот и 30 потом вроде ты погрустил немножко да смотришь мать честная там еще столько всего потом 40 думаешь ё-моё 40 уже все уже мать честная там вообще горизонты только начинают вообще просматриваться не то что там раздвигаться вот а потом и полтинник примерно то же самое конечно здоровье нужно потому что если здоровье нет тоже ничего не и и сейчас так я думаю вроде 60 скоро а так вроде не знаю не ощущается и потому что в частности потому что вот есть вы потому что у нас очень много молодежи нас смотрит и как бы омолаживает нас тех кто постарше у меня был очень тяжелый момент жизни мы поехали со светланой на круиз на парус круиз на аляску ну ехали себе да и все бы ничего но мне за полтинник было это может с копеечкой и что-то там как-то мы сами молодые там отказ оказались там какой-то народ пожилой ну в общем на колясочках много народу и такие совсем уж там по 80 и за 80 но в общем мы там были самые молоденькие можно сказать ну кроме некоторого количества детишек которые там присутствуют в общем депрессивно что я хочу сказать вот когда ты самый молодой а те кто там постарше они все там сиды ивка на колясках костылями там ну так культурно вот очень депрессивно а у нас все-таки обстановка которой я работаю и я думаю что это какое-то такое благословение божие на меня спустилась потому что вот находиться среди молодежи и когда это физический контакт то есть их видишь и там в руку жмешь и там как резюме им делаешь улыбаются все вот это как бы один но и и в онлайне когда допустим ты учишь класс я я преподаю там меня 80 человек в онлайном классе и я мало кого из них в лицо вижу иногда при разных обстоятельствах бывает но в общем в целом ты их не видишь в лицо ты не можешь с ними вот так пообщаться но все равно ты понимаешь есть общение такое достаточно плотно тем не менее и в общую задачу решаем и там тоже в основном народ такой достаточно молодой по моим меркам уже до молодой там скажем до 40 так назовем в основном до 30 много и тогда ну и вот вот наш канал у нас там уж совсем я знаю там и 12-летний 13 и 14 такие совсем прям уже детки вот и и постарше ребята и я как бы заряжаюсь от вас этой энергией поэтому я хотел просто рассказать насколько блогеры не я не единствует мы все время же общаемся и с наташей и с другими периодически контакты какие-то возникают насколько для нас очень важно это и нас это заряжается меня в частности такой энергией хороший и спасибо вам за это и я как бы надеюсь что следующему дню рождения я может вас еще чем-нибудь там порадую развлеку чем полезненько сделаю вот и в этом плане я конечно очень сильно опираюсь на те запросы которые приходят с вашей стороны вот тот интерес который вы выражаете и чем больше народу выражают интерес вот вот к чему-то конкретному тем больше у меня стимула поговорить на эту тему потому что иногда бывает что ты думаешь ну иногда думаешь на что ж тут скажешь то вот сегодня у меня с утра такая тема я прям настроение испортилось я думаю важный вопрос такая боль у человека и я а я не знаю что сказать знаете вот как вот мне такое ощущение что врач себя так чувствует когда вот пациент и и и ты ничего сделать не можешь вот он тебе пришел за помощью а ты ничего не можешь и даже вот я я в данном случае даже таблетку не могу там дать обезболивающий нету в общем да тем не менее чем чем больше народу возвращаясь к теме чем больше народу выражают интерес там даже какой-нибудь вулкан который там скоро взорвется я бы и говорить ты не стал но когда так много сразу там 10 человек за неделю спрашивают про вулкан я думаю значит надо надо реагировать вот так что все ребят счастливо и спасибо и я извиняюсь если там где сказать не дотянул до ожиданий но но я исправлюсь счастливо